Сотрудница музея Каюма Нессери обратилась в отдел рукописей и редких книг Казанского университета с просьбой найти труд Каюма Нессери, переведенный Ольгой Лебедевой на русский язык. Во время поисков сотрудники библиотеки КФУ совершили настоящее открытие. О нем расскажем в следующем сюжете. Поиск на Лебедеву ничего не дал. Сотрудники отдела рукописей и редких книг посмотрели очень подробную библиографию Каюма Нессери. В результате нашлось произведение Кабус Неме, написанное в 1088 году в назидании своему сыну, так как автор боялся не успеть передать все знания и премудрости, накопленные за всю свою жизнь. Ольга Лебедева же в восточном мире известна более как Гульнархану. Она переводила произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого на турецкий язык, была очень образована, знала 10 языков, приходилась женой главы Казани. Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели открыли. И, оказывается, она из фонда Готвальда. Иосиф Федорович Готвальд был профессором Императорского Казанского университета, востоковедом, библиотекарем, заведующим казанской типографией, а также был цензором всех мусульманских изданий, выходивших при Казанском университете. У Готвальда была очень богатая библиотека, которую он завещал Казанскому университету. И после его смерти дочь его подарила библиотеку Казанскому университету. В том числе в этой коллекции имеется 157 арабских, арабографических рукописей на турецком, татарском и персидском языках. Книга, которую нашли сотрудники библиотеки, издана в 1886 году в типографии Казанского университета. Это сочинение первоначально было написано на персидском языке, переведено на турецкий, а с турецкого на татарский «Кхаюм Насари» для того, чтобы оно было доступным российским мусульманам. С татарского языка на русский перевела Ольга Сергеевна Лебедева. И здесь видим автограф, рукою внизу видим Гульнар Хану Лебедева, подпись Осипу Федоровичу Готвальду «Знак уважения и доброй памяти скромной переводчицы». Можно добавить, что именно на этой книге мы видим еще великолепный оттиск штыпеля, лично созданный Иосиф Федоровичем Готвальдом. Мы видим И, и букву G, и сверху украшенный короной – Осип Готвальд. Которую встречаем впервые. Да, мы в других экземплярах не встречались. Илья Андреев, Радмир Софиулин, Универ Ньюс.